приветствую вас на первом циничном канале решили выбраться в кафе немного не мало попить кофе здесь вообще в махмутларе так проблема довольно таки с кофе во многих кафе растворимый кофе в которых нерастворимый ну так себе вот но одно есть зато пробитое кафе уже лата хорошие капучино короче говоря идем туда ну и когда как не сейчас поговорить о пресловутом кофе я много раз говорил что загон оленев стоило начинается именно с кофе оплаченного и очень часто приходится от меркантильных женщин слышать комментарии ты что думаешь я тебе теперь обязана да ты кофе мне оплатил и все в койку с тобой прыгать некоторые даже борзеют больше ты за меня ужин оплатил и в койку с тобой прыгать хотя там ужин примерно ну полторы стоимости такой нормальный в общем-то проститутки то есть 7 8 тысяч некоторые хотят так вот почему такое происходит почему вот эта манипуляция ты что думаешь я тебе обязан ну так оплати за себя елки-палки там 200 рублей но не обязана будешь не это должен оплатить это копейки но должна платить ты смотрите в чем прикол этой манипуляции вы должны подсесть на парадигму нифига в обмен на назовем ее так а там уже подставьте кофе машина квартира самое главное вы должны ну готовы быть получать в обмен нифига почему почему такая штука ну первое что бросается в глаза это халява да но на самом деле не только дело в том что здесь еще можно какой-то расчет предусмотреть ну грубо говоря до ужин там в ресторане он стоит примерно как у стоимость проститутки например здесь технически могла бы быть мог бы быть обмен вот а каким образом тогда из-за мать у оленя квартиру каким если в обмен на ужин писечка то что в обмен на квартиру так сейчас перехвачу то что собственно в обмен на квартиру получать что опять же нифига так вот поэтому вот сразу к этой парадигме приучают давайте зайдем посмотрим какой тут кофе пришли в кафе короче в продолжение разговора вот друзья ни одна вредная привычка никогда не останавливается на том уровне с которого начиналось то есть не один алкоголик не один наркоман например никогда не довольствуется той дозой которую по первому по первости попробовал всегда доза растет поэтому то что у вас там сначала затраты маленькие это всем не значит что они потом будут такие и те кто вами манипулируют они это отлично понимают тут самое главное вывести вас на эту парадигму потому что если в начале она может хоть как-то работать ну как бы логика там может какая-то быть то потом это в принципе не работает вы должны просто принимать что как говорится все в обмен на нифига потому что ну сначала 200 рублей да что ты хочешь в обмен на 200 рублей но вроде как бы да действительно чё такое попросить в обмен на 200 рублей потому что даже известные услуги стоят дороже вот а когда у вас квартира полетит квартира или машина там деньги какие-то серьезные а тут уже вопрос а чё ты можешь дать то в обмен вот даже если бы не было вот этого стремления как говорится я тебе ничем не обязана там да вот ты мне давай эти ничем не обязана то а что можно взыскать ну за квартиру например понимаете речь когда там про тот же ресторан про тот же ужин речь идет о песечке как вы понимаете вам город нет песечку не дам но дело в том что когда будет квартира то что там еще та же самая песечка но сами понимаете по деньгам там сколько выходит и поэтому ну опять же нифига вот вы должны проглатывать вот эту парадигму что вы там подставьте что-то вам нифига вот собственно и все иначе потом просто технически невозможно будет изымать у вас квартиру потому что даже при желании и там возможностях каких-то что-то дать вам взамен а что именно брак как раз вот этот государственный так называемый брак он рассчитан на то что вам ничего и самое то главное вы подумайте ну вот допустим вы там потеряли квартиру при разводе что вы получили те же самые манипуляции которые там не знаю я тебе готовлю я тебе стираю друзья вам должны начать готовить ну прямо с вашего рождения и продолжить это лет так до 120 ваших ну и стирать соответственно чтобы там ну не знаю хоть какой-то эквивалент появился ну вот то есть представляете сколько должно быть это готовки уборки и так далее чтобы среднему оленю покрыть потери от развода поэтому только нифига только нифига сразу ломить как бы ты мне там не знаю миллиона я тебе нифига может не заглотить это как опять же наркомания как спаивание как первая доза вы должны начать просто на мелочах рубль в обмен на нифига вот рубль на него ничего не купишь главное чтобы вы схавали потом будет 2 рубля рост дозы это вопрос как я уже сказал любой вредной привычки вы схавали рубль в обмен на нифига схаваете 2 рубля в обмен на нифига и 3 и так далее это байка такая есть что кто изобрел шахматы соответственно какой-то шейх у него попросил их продать эту игру сказал что в обмен хочешь он сказал немного вот положи мне там на первую клеточку по моему два зернышка пшеничного на вторую там 4 вот на третью 16 то есть уже такая прогрессия пошла и так далее но всего-то там вопрос зернушек так вот очень часто даже школьная задача такая на прогрессию сколько на 64 клеточку ему надо было зерна положить и там получается сколько-то миллионов тонн по моему то же самое здесь как только вы зашли на эту парадигму на в обмен на нифига там вашего обмен на нифига не важно что вы потом положите и квартиру и все дела но главное чтобы зашли нам чтобы положили два зернышка на первую ячейку шахматок вот для этого это и нужно поэтому все эти россказни про допустимый алинизм это не что иное как философия наркомана который говорит попробовать один раз как говорится ничего страшного вот вот несут кофе все потом продолжим вот такой прекрасный кофейок видите ремешок тут такой кожаный это никакого отношения к садамаза не имеет просто чтобы руку не обжигать вот ну вы просто не представляете камера к сожалению передает запах один запах только от этого кофейка вообще дорогого стоит ну ладно сейчас будем пробовать пробуем прекрасно вот действительно самый хороший кофе в этом кафе просто все остальное сравнение идет здесь умею сделать кофе это латте с карамелью запах просто лучших кафе ну и раз уж я взялся показывать что почем в турции готовлю еще один большой сюжет то наверняка вам будет интересно узнать сколько стоит кофе в кафе в турции вот собственно подоспел счет так значит с карамелью 22 без карамели 19 вот лата нормально лад с карамелью но мне соответственно положено хотя бы чуть-чуть да побольше с карамелью вот такая цена на латте и тут вы наверное подумаете что наверное все на этом сюжет закончен нет друзья сюжет закончен но мысль не закончена где-нибудь дня через три-четыре будет некий сюрприз продолжение этого сюжета объясню потом что к чему но пока что пусть это будет такое вот ожидание сюрприза